Всем привет! Я Евгений Замятин. Я рыболов и спортивный судья. Раньше я соревновался и судил соревнования, а сейчас я веду этот канал. И это видео о рыбалке. Я приглашаю тебя с собой на Южный Урал, на настоящую подводную лодку. И по размерам это огромная подводная лодка. Тут подводное царство, где выращиваются осетр и форель. И мы с тобой сейчас узнаем все вместе, у хозяина этого объекта, у Евгения Владимировича Наумова, как выращивать форель и осетр на Южном Урале. Дорогие друзья, мы с вами в РК комплекс Азарт. И сейчас мы с Усланом Девичем фетисом. Спасибо, дождался, а то ехали. Ноги обрабатывают, видите? Специально. Вот здесь еще руки обрабатываем. А здесь... А здесь еще антисептик. Руки опять ноги. Обязательно, обязательно обрабатываем руки. Вот еще раз ноги. Ворка, ворка. Вот, ну эту воду чистят, ее там. Аксурсию уже не ведет. Аксурсию уже не ведет. Я отсюда вообще не хочу уходить. Уважаемые зрители, дорогие друзья. Мы сейчас с вами побеседуем и нам расскажут об этом уникальном месте Челябинской области. Наумов Евгений Владимирович. Евгений Владимирович, вы директор, хозяин или... Как вас лучше всего представить зрителям? Нет, ну хозяин, это очень громко сказано. Я собственник этого мероприятия. Это от собственника уникального сооружения. Я сам сюда ехал и попал первый раз. Пожалуйста, Евгений Владимирович, пару слов. Где мы находимся? Что это такое? Евгений Владимирович, мы находимся в селе Травники, рядом с селом Травники. Это рыболовный комплекс Азарт. То есть цех, это цех УЗВ. УЗВ – установка замкнутого водоснабжения. То есть в данной системе у нас находится порядка 4000 кубов воды, которая с трехкратным часовым обменом. То есть здесь происходит выращивание рыбы. Евгений Владимирович, какой рыбы здесь происходит выращивание? Рыба здесь выращивается в форель и осетровые. Осетровые разные. То есть процесс происходит абсолютно весь. От инкубации до, можно, до товарного выращивания. Но мы выращиваем до малька, дальше доращиваем в другом месте. Пожалуйста, я видел, что здесь очень солидная представительность сегодня общества. В рамках работы семинара Министерства сельскохозяйственного развития и рыбохозяйственной отрасли в Челябинской области. Скажите, пожалуйста, вы приглашали всех желающих, в том числе и общественников? Я приглашал абсолютно всех. То есть я, пока мы находились в зале, я пригласил всех. И общественников я пригласил персонально. То есть здесь не популизм, здесь не пафос никакой. Мне охота до людей донести, что рыбоводство – это немножко не то, как его себе представляет простой обыватель. Это адский титанический труд. Это и инкубация, и выращивание, и обловы. То есть это очень серьезный процесс, очень высокотехнологичный процесс. Поэтому мне хотелось общественникам это показать. Евгений Владимирович, я так понимаю, это еще и рискованный процесс. Скажите, пожалуйста, что дает вам мотивации пойти на такие риски? Ведь это стоит солидных финансовых вложений. Ну, в первую очередь, это все-таки увлеченность. Здесь это… мне это нравится. Увлеченность? Да, это увлеченность, в первую очередь. Потому что рыбоводы – это тоже такие… Это, чтобы было понимание, то есть с рыбой очень сложно работать. Это либо нравится, либо не нравится. Потому что корова, либо лошадь, гуляющая в поле, ее видно. Ты знаешь, что с ней сделать. Та рыба, которая находится в водоемах, ее порой не видно. Это в системах УЗВ, да, хорошая обзорность, хорошая. Но если она находится… ты не знаешь, как она себя чувствует. Ты должен сделать всю подготовительную работу, чтобы у тебя был результат. Это большой титанический труд на самом деле. Евгений Владимирович, а скажите, пожалуйста, вот судя по масштабам, по размеру этого сооружения, просто вызывает восхищение масштабы. Как много подобных предприятий у нас в Челябинской области, либо в регионах нашей страны? Ну, предприятий таких немного по масштабам. Это крупнейшее предприятие, но хочу сказать, что есть очень хорошее предприятие в Златоусте. Прям великолепное предприятие. И ребята тоже молодцы, наращивают мощности, расширяются. То есть я думаю, что в скором времени… Да, мы делимся опытом, мы общаемся. Я думаю, что в скором времени вы еще увидите много таких хороших предприятий. Вы предполагаете, что много даже? Ну, по крайней мере, в районе десятка точно будет. Вот я, уважаемые зрители, восхищен просто. И той информацией, которую дает Евгений Владимирович, потому что мне приятно вдвойне. Во-первых, что в Челябинской области еще и в Златоусте есть подобное. А в Златоусте какую рыбу они выращивают? В Златоусте они специализируются на выращивании осетровых. Ну, точнее, гибрида осетра. Вот, они производят товарную рыбу. Ну, объемы уже приличные. То есть и люди увеличиваются в мощности раз в 5-6 еще в этом году планируют увеличить. Скажите, пожалуйста, если я правильно понял, вы берете прям процесс от икринки до крупной рыбы? Да, от икринки до крупной рыбы. Мы можем, ну, это специфика рыбоводства, осетровые, а их можно и инкубировать, и выращивать. То есть у нас есть свое маточное поголовье, реестровое маточное поголовье, да. То есть осетров мы выращиваем прям от товарного, вернее, от осетров производителей получаем икру, инкубируем и полностью замкнутый, и опять вновь получаем товарную рыбу. С форелью немножко по-другому. Икра закупная, и то это, так скажем, технологии, потому что, опять же, мы не готовы, это высокие технологии, мы не готовы пока делать чисто самок, не готовы делать триплоидов, ну, поэтому закупаем. Тогда скажите, есть такой миф, что существует не черная икра, а белая икра. Это, скорее всего, миф, белая икра это не живая икринка, да, или наоборот, существует белая икра, из которой какая-то рыба альбинос получается? Ну, про белую икру я не слышал. В нашем производстве белая икра это мертвая икра. Значит, есть бриллиантовая икра, то, что получают от белуги альбиноса, но их в мире насчитывается, по-моему, всего порядка 50 штук. И очередь за этой икрой расписана на многие годы вперед. А остальная икра черная, ну, либо красная. Подождите, есть еще золотая. И, как сказали ученые, есть золотой осетр, типа русская золотая рыбка. Вы что-нибудь слышали про золотого осетра? Про золотого осетра не буду врать, не слышал. То есть мы более приземленные, мы ближе к народу. Дорогие друзья, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Надеюсь, что еще будем встречаться с Евгением Владимировичем. И не только в рамках какого-то официального крупного мероприятия. А так, запросто заранее договоримся. И я попрошу Евгения Владимировича показать немножко по деталям, по стадиям. Мне лично интересно, вот до какого уровня эти рыбки вырастают. И кому вы их дальше продаете? Мы не продаем малька, то есть, если и продаем, то в крайне маленьких объемах. То есть, да, бывает, что. А так мы выращиваем на садковом хозяйстве до товарной рыбы, реализации товарной рыбы. Вот, и это очень важно. Представляете, от икринки до крупной рыбы. Все происходит здесь, здесь. Ну, это шикарно. Я желаю, и мы все, все подписчики, все зрители, мы желаем вам успехов в вашем деле. Развивать это дело, получать коммерческую, человеческую, социальную выгоду и пользу для жителей, как нашего региона, так и для всех тех, кто покушает вашу прекрасную рыбку. Спасибо большое. Вас приглашаю все-таки поэтапно, либо полностью сделать репортаж о цехе. Не освещение именно этого цеха, а именно освещение процесса производства. Вот у нас будет инкубация по икре. С удовольствием вас приглашаю и начнем цикл передач именно по теме УЗВ. Вот я очень благодарен. Итак, ждем цикл программ, цикл передач. Вы будете больше и больше знать о самых интересных нюансах и моментах в деле рыбного промысла. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Евгений. Большое спасибо, друг мой, что ты досмотрел это видео до конца. Мне приятно было, что ты познакомился с некоторыми прекрасными представителями, тружениками, представителями и рыбоводов. То есть рыбоводы, это люди увлеченные в первую очередь. Ты же понял, да, что это во всем важно желание человека, желание его, любовь к делу. А уже потом на этой любви основывается все. Бизнес или там прибыль или мечты о развитии своего любимого дела. Все это воплощается и стоит на любви. На любви людей к своему труду. И сейчас мы с тобой познакомились. Впереди, как ты видишь, Евгений Владимирович сказал, что будет целая серия выпусков видео о том, как осетр, представляешь, ты будешь знать все об осетре. А ты кринки, это крупная рыба. И увидишь это, и вместе попробуем мы с собой эту крупную рыбу. И потом близкое знакомство с этой рыбой даст нам больше радости в нашей жизни. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк, чтобы мотивировать нас создавать новые видео. А с вами был Евгений Замятин. Мы с вами познакомились с рыбоводами Челябинской области. Встретимся у меня на канале и на рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok